Сегодня у нас остался один блок, это техническая часть, и после этого блока мы с вами проведем небольшое такое вот мероприятие, называется вопросы-ответы. То есть скорее всего будут какие-то вопросы, и сегодня есть уникальная возможность, во-первых, задать эти вопросы создателю, одному из создателей этой компании, генеральному директору, человеку, который разбирается в технической части, и ваш преданный слуга, который разбирается в сетевой части. То есть сейчас разрешите передать микрофон и слово человеку, который является ведущим разработчиком IT-продуктов компании Caris Technology, он является главным представителем русскоязычного рынка и рынка европейских стран. Для меня было большим удивлением, наверняка многие из вас об этом знают, что сегодня 70% мирового IT-продукта создается работниками Украины, поэтому мы надеемся, что в нужном месте мы с вами собрались сегодня. Сегодня я что могу сказать об этом человеке? Профессионализм захватывает. На самом деле никогда не думал, что буду каким-то образом связан с IT-технологиями, это было главное, чтобы мне было непонятно со всех направлений. Сейчас на самом деле очень рад, и отчасти большая заслуга в этом как раз Алексея Кочарева. С удовольствием передаю слово. Все здравствуйте, очень приятно вас видеть на нашей презентации. Я начну немножечко о себе. Я работаю на IT-рынке множество лет, участвовал в больших проектах, в основном с иностранными компаниями. Последний год до этого я работал в нашем госсекторе, ввезл разработки электронного правительства нашей страны, а такой проект, как социальная карта Украины, это полностью мой проект, который я ввел весь, целиком, довел до конца. Но на сегодняшний день от новой власти зависит, насколько он будет реализован или не будет реализован. Теперь немножечко о истории, которая меня связывает с компанией Kairos. Так как я давно работаю на IT-рынке, у меня есть много клиентов иностранцев. Мы для них ввели много разработок, и вы эти разработки можете видеть, знать, даже пользоваться, но вы никогда не знаете, откуда они взялись. Например, одна из основных систем защиты швейцарских банков, security token, моя компания разрабатывала, мои ребята это устройство паяли, делали пробную тестовую модель. Дальше мы работали с компанией, которая на швейцарском рынке является основным поставщиком безопасности для всех банков, ну, процента 80%. Они эту модель у нас выкупали и запускали в масштабное производство, и за счет своих уже возможностей по продажам контактов вы получаете ту же флешку, еще какие-либо устройства, которые зачастую сделаны, ну, моей компанией, еще какой-то компанией. То есть наш рынок на самом деле лидирует в IT-разработках. Таким образом, у меня появились связи с англичанами, со швейцарцами, которые меня периодически вовлекают в различные проекты, в том числе одни из моих старых партнеров обратились и сказали, что хотят сделать что-то уникальное на рынке. Они нашли очень интересную модель, по которой может работать бизнес. Ну, для меня на тот момент эта модель была так. Я, естественно, краем уха слышал, что такое бывает, но ввиду своей специфики, ну, я никогда с ней не сталкивался. И предложили мне проанализировать и построить им какую-либо модель, которая, по моему мнению, с точки зрения IT, будет популярной и востребованной в мире. Так как я, часть разработок связана с безопасностью, плюс у меня есть отдел аналитики, который какое-то время анализировал рынок, и пришли к тому, что много произошло за последнее время событий, связанное с информацией, с утечкой информации. Когда люди, потеряв какую-либо информацию, теряли жизнь, меняли жизнь, с самого высокого уровня выходили на самый низкий. Потому что чем более богат и более популярен человек, тем любая мелочь, попавшаяся в публичное русло, может перечеркнуть всё. И этот вопрос стал актуален. Я предложил заказчикам поработать в этом направлении. Они послушали меня, согласились. Дальше я анализировал, какие сервисы на сегодняшний день существуют, каких сервисов нет, что бы хотелось получить. После этого я анализировал модель, связанную с продажами этих сервисов. Например, если какие-то сервисы пытаются появиться и продаваться на рынке, насколько это популярно, насколько обычные пользователи готовы за это платить. И пришли к тому, что как раз почта, как раз дисковое хранилище, для многих стран анонимная возможность серфинга в интернете, это очень важные моменты, в том числе и телефонии. Начали развивать эту тематику, начали анализировать технологии, которые можно применить. Поняли, что основная проблема всех сервисов, самых безопасных на сегодняшний день, использующих самые лучшие системы шифрования, только в одном. Когда все хранится в одном месте, невозможно защитить информацию. К вам придет, неважно, злоумышленник, спецслужба. Если он изымит сервер, возможность вскрыти информацию – это вопрос наличия у людей денег и вопрос наличия у них технических возможностей эту информацию вскрыть и взломать. Потому, в любом случае, хранящуюся в одном месте информацию можно добыть. Это вопрос времени. Сколько на нее будет потрачено и денег. Соответственно, если мы говорим о каком-то сервисе, на котором люди, хранящие какие-то важные данные о себе, и хранят, то, понятно, для тех же спецслужб очень интересно этот сервер получить, потратить огромные мощности, которые есть у тех же американцев, и в итоге всю эту информацию расшифровать. Дальше стоит вопрос ее актуальности на момент вскрытия. Некоторая информация важна в данную секунду, некоторая информация может иметь значение через год. Соответственно, когда это раскрытие произойдет, кто-то может пострадать. Потому основой модели наших сервисов мы взяли распределенное хранение информации. В чем оно заключается? Когда вы создаете свой почтовый ящик, либо дисковое хранилище касательно этих двух продуктов, оно не хранится в одном месте. У нас есть система распределения данных по компьютерам как раз тех участников, которые участвуют в проекте. Таким образом, для того, чтобы собрать воедино целое какой-то кусок информации, нужно иметь доступ к юрисдикциям всех стран, в которых она хранится. Информация распространяется очень хитрым образом. Так как в нашем проекте участвуют люди со всего мира, мы стараемся охватить все часовые пояса для того, чтобы доступ к информации был свободным в любое время суток. Например, в какой-то стране ночь, в другой стране день. Кто-то компьютер может какое-то время выключить. Но время активности у людей в дневное время, оно приблизительно одинаковое, либо в ночное время. Таким образом, если мы распределим информацию равномерно по часовым поясам, доступ к любому кусочку будет в любое время. Кроме того, она дублируется в какое-то количество раз. Соответственно, мы высчитывали логеритм, по которому каждому кусочку информации, на котором она раздроблена, в любое время суток, в любое время года, в любой праздник, доступ должен быть. На этом строился принцип. Юридически собрать в эту информацию в единое целое будет практически невозможно. То есть тот человек, который хочет защитить свою информацию, он, пока кто-то до нее доберется, сможет ее безболезненно удалить. Обратиться к нам, удалить. Доступа к ней никто не получит. В этом основной принцип сервиса. Более детальные какие-либо вопросы я расскажу, если есть люди технически присутствующие, какие алгоритмы используются, какие протоколы мы используем. Потому что всем это будет просто неинтересно. Теперь о сервисе серфинг. Очень часто, входя в просторах интернета, вы не хотите, чтобы кто-то знал, где вы ходите, что вы делаете. Как раз для этого предназначен этот сервис. Кроме того, даже если вы будете пользоваться какими-то стандартными методами анонимизации, при желании можно эту цепочку отмотать, провести расследование и определить, откуда вы заходили. Наш сервис сделан таким образом, что цепочка промежуточных адресов не хранит никаких логов. И вы не сможете определить начальный источник, который заходил в интернет через этот адрес. Для чего это нужно? Ни в коем случае мы не способствуем каким-либо злоумышленникам. Но люди имеют право на какую-то приватность жизни. Это раз. Два. Есть множество людей, которые хотят ходить в интернете по каким-то ресурсам, которые в той или иной стране запрещены. Например, если мы возьмем арабские страны, доступ к, наверное, 50% ресурсов просто запрещен. К одним по причинам для них актуальным. Например, это ресурсы какого-то интимного характера. К другим просто потому, что местные власти это не приветствуют. Но на самом деле это люди имеют право, и кто хочет, тем более там множество живет европейцев, они будут этот сервис покупать просто для того, чтобы жить так, как они привыкли жить. Если человек хочет зайти на какой-то сайт, там, образный, я не знаю, Инстаграм, а в какой-то стране доступ к Инстаграм заблокирован. Такой человек с удовольствием будет пользоваться сервисами для того, чтобы иметь этот доступ. Последний сервис – это телефония. Это решение в нашем случае самое сложное. Почему? Безопасность телефонии можно обеспечить только в том случае, если у нас будет происходить звонок с IP-телефонии на IP-телефонию. В таком случае мы можем обеспечить полностью зашифрованный канал. Есть проблемы с такими компаниями, например, как Apple, которые по определению, когда мы делаем приложение и размещаем на маркет Apple, он запрещает использовать те виды шифрования, которые они не могут открыть и передать спецслужбам. То есть для того, чтобы использовать полностью закрытую телефонию, нужно либо использовать телефон, на котором установлен джейлбрейк, то есть он взломан банально, либо вы не сможете с Apple пользоваться. С компьютера никаких проблем нет, с Android телефонов никаких проблем нет. В чем еще присутствует вопрос? Если вы звоните на обычные наземные стационарные номера, через нашу систему шлюзов вы доходите до определенной точки в той стране, в которую звоните. Но дальше будет совершаться обычный локальный звонок по обычным телефонным каналам. Так как у абонента, принимающего ваш звонок, может не быть системы шифрования. Тут мы, к сожалению, ничем вам помочь не можем, но вам никто не поможет в этой ситуации. Технически это просто невозможно. Для шифрования два абонента должны пользоваться системой шифрования. Только в этом случае можно будет полностью шифровать. Но у вас в любом случае с этим сервисом будет другой приятный бонус. Те тарифы, которые мы сможем получить от крупнейших телекоммуникационных партнеров, вас приятно удивят. У вас будет возможность звонить по всему миру. Очень дешево, очень выгодно. Но ценовая политика – это не мой вопрос, поэтому я, наверное, остановлюсь. Всех наверняка интересует вопрос, насколько это все будет продаваться. Могу вам дать элементарный пример, который может из вас любой человек проверить. Есть швейцарская компания, называется ProtonMail. Недавно начавшая свой старт, они еще не находятся в коммерческой эксплуатации. И многие из вас знают, что такое проект Kickstarter. Или не знают. В двух словах объясню. Если вы придумали какую-то идею, вы хотите под нее собрать деньги, вы регистрируетесь в этой системе и обращаетесь. Вот, например, я продаю шарик. И вот цена 5 долларов. Для того, чтобы он вышел в рынок, мне нужно сделать 5 миллионов шариков. Тогда завод его сделает. Продаваться он будет потом по 10 долларов. Но на этом этапе вы можете его купить за 5. И это все размещается на сайт. Дальше людям дается доступ. Это очень популярный проект. Люди начинают эти шарики покупать. У них на карточке блокируются деньги. Если сумма 5 миллионов набралась, проект считается удавшимся. Разработчик получает деньги, идет делать шарики и отправляет всем. Если сумма не набралась, проект считается неудачным. Соответственно, все получают свои деньги обратно на карточку и проект не реализуется. Это удобно с точки зрения привлечения инвестиций. И удобно с точки зрения элементарной проверки. Это кому-то надо или не надо. Вот швейцарская компания стартанула с банальным мейл-сервисом, который не ведет никакого распределенного хранилища. Это обычная почта, просто зашифрованная, хранящаяся в одном месте. И заявили, если не ошибаюсь, 100 тысяч долларов бюджета на создание стартового продукта. Через сутки у них было, по-моему, 120. На сегодняшний день они месяц закрыли с бюджетом 550 тысяч долларов, которые они уже получили. Проект будет работать буквально через месяц. Ну, насколько они планируют, я не знаю. По системе защиты и шифрования отличается в разы от того, что мы предлагаем. Это придумал не я, это придумал рынок. Вы можете проверить каждый. Название компании я вам сказал. Заходите в интернет, смотрите, интересуетесь, видите. Кроме того, мы имеем ряд корпоративных клиентов, с которыми мы стартуем этот бизнес. Потому что очень важно то дисковое пространство, которое мы привлекаем людей, занять, продать, получить с этого прибыль. У нас есть корпоративные клиенты, с которыми мы стартуем. Основная задача как раз не привлечь частного инвестора, потому что и покупателя на продукты. Привлечь крупный корпоративный сектор, который может у нас занять сразу, дать нам 20 тысяч абонентов, 100 тысяч абонентов. Это очень важно для любой компании, потому что продать миллион e-mail по одному человеку, это серьезная система продаж. Это можете обеспечить вы, либо придется вложиться глобально в рекламу, это будет непросто. Намного проще привлечь корпоративных клиентов, которые у нас, собственно, есть. Благодаря нашим же основателям компании, так как их компания находится на IPO, так как вопросы безопасности катаются и их, эти вопросы нам решаются очень легко и хорошо. Кроме того, те технологии, которые предлагаем мы, они существенно отличаются от тех дорогих технологий, которые используют сейчас. Например, построение той же самой почты на технологиях Microsoft, если посчитать и посчитать лицензионную поддержку ежегодную, оно будет просто в разы дороже, эта почта не будет иметь никакой безопасности. Наша же технология, за счет того, что она сделана полностью на открытых технологиях, полностью построена на бесплатных системах программирования, она в разы дешевле уже нам обходится. Нам не нужно купить лицензию Microsoft для того, чтобы сделать наш продукт и продать ее кому-то дальше. У нас изначально стартовая цена намного ниже. Поэтому мы можем банально прийти в корпоративный сектор и сказать, мы ему предлагаем то же самое за те же или меньшие деньги и уровень безопасности будет в разы другой. И это тот ключевой момент, который всех убивает уже сейчас и будет убивать, я надеюсь, в будущем. Ну вот, собственно, в двух словах я вам рассказал, что к чему. На сегодняшний день полностью все продукты, которые я вам говорю, существуют, они работают, я вам могу показать на собственных кабинетах. Они находятся в стадии финального тестирования, потому что есть ряд важных моментов, которые лично я не могу позволить отдать людям на рынок, пока я это все не протестирую. Кроме того, корпоративный сегмент сложен тем, что у них есть много систем, которыми они пользуются на сегодняшний день. И наши решения нужно интегрировать с их решениями. Это, конечно, дополнительный заработок для компании, но это дополнительная сложность. С другой стороны, эта сложность занимает, например, месяц. Вот мы сейчас работаем, по истечении месяца мы подключаем первого корпоративного клиента, это сразу будет порядка 10 тысяч абонентов. Плюс это сразу идет единоразовый заработок за интеграцию, за внедрение в то, что в них есть, за замену того, что в них есть на новое. Так что вы можете не сомневаться в том, что этот бизнес, в первую очередь, действительно защищенный, он поможет людям сохранить приватность, он высокорентабельный, и я очень надеюсь, что все будут довольны тем, что мы делаем. Если говорить о системе многоуровневого маркетинга, для меня это абсолютно темный лес и что-то новое, но мне нравится то, что я вижу, и я лично с удовольствием включусь в этот проект. Не только как подрядчик и разработчик систем, а как и участник. Вот. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, я думаю, потом вопросы. Хорошо? Да? Или сейчас вопросы? А, сейчас, окей, извиняюсь. А, второе. Я слушаю. Да. Для того, чтобы отслаживать спасибо, получается, у нас будет определенное количество продаж. Конечно. А как же это будет соотноситься? То есть, например, за следующий месяц придет, не знаю, какое-то там несколько тысяч партнеров на большие пакеты с большим близким пространством, и оно не будет задействовано. За счет чего компания будет выплачивать эти проценты? Смотрите, очень просто. Вы считаете эту модель бизнеса от обратного. Сначала вы считаете, сколько привлечено, а потом вы считаете, сколько нужно продать. У нас есть корпоративные клиенты, которые сразу оптом платят определенную сумму денег. За эту сумму денег мы понимаем, что она полностью покрывает пассивный доход, например, первых пяти тысяч людей, которые включаются в проект. Ну, я образно говорю, я не конкретизирую цифры. Потому мы обеспечиваем сервис этим людям, и мы получаем какое-то количество людей, и у них получаем большое количество свободного пространства на компьютерах. Мы это свободное пространство используем для чего? Во-первых, сервис дорабатывается, сервис полностью тестируется, сервис запускается в свободную продажу в рынок, потому что для того, чтобы запустить, например, продажи в интернете, всплеск популярности может быть очень велик. И у нас должно быть зарезервировано очень большое количество пространства, для того, чтобы каждый желающий смог купить. Чтобы не вышло так, что мы подключили первых тысяч человек, и у нас система начала падать, потому что у нас не хватает места. Поэтому в любом случае привлекается количество людей и количество дискового пространства с запасом. Но у нас есть резерв за счет корпоративных клиентов, который сразу покрывает. То есть я понимаю, что уже есть те клиенты, которым вы уже договорились? Я лично веду интеграцию трех крупных компаний, которые мы в нашей сервисе интегрируем в их корпоративные системы. Это компании международного уровня, которые имеют офисы в разных странах. Можно быть тем, чтобы, например, вы клиента подключили, а еще нет нужного количества компьютеров. И они же ожидают, вы говорите, завтра придут, но мы сделаем. Конечно. Мы на сегодняшний день, когда мы эту систему разрабатываем и тестируем, мы разрабатываем ее на тестовых мощностях, просто на серверных. Потом, после того, как появляются люди, мы отключаем серверные мощности и заменяем их. Вы понимаете, это та модель, которая пока не привлекли вас, я не могу никому отдать сервис. Пока я никому не отдал сервис, я не могу привлечь вас. Замутый круг. Потом, в любом случае, тестовые все действия проводятся на серверных мощностях. Создаются виртуальные машины, на которых разворачиваются такие же рабочие места, которые могут разворачиваться на ваших компьютерах, устанавливаются программы. На этом все тестируется. Хорошо. Еще вопрос. Если информация хранится на многих компьютерах понемножку, если один компьютер не включается, получается, часть пазла находится там. Как же тогда... Смотрите, оно происходит немножко по-другому. Вот полностью модель, досконально, так как вы говорите, она усложняется чем? Она усложняется тем, что у каждого компьютера могут быть проблемы с интернетом. Например, кто-то подключился из Африки. И у него ужасный канал интернета. И мы не можем его использовать в полную мощность. А у кого-то при этом огромная дисковая пространство, которому для того, чтобы его подгрузить с такого канала, он будет час сидеть, ждать, пока оно подгрузится. Потому. У нас есть модель... Ну, все знакомы наверняка с тем, как работает PGP. Многие. Незнакомы. Есть определенный файл. Есть определенный файл, который является зашифрованным контейнером. Это просто файл, и он никакой смысловой нагрузки сам по себе не несет. И есть определенный ключ. Длина этого ключа может быть больше-меньше. Есть технологии, которые взламывают подобные вещи. Есть максимально возможный лимит на сегодняшний день, который можно взломать. Для большего еще технологий нет. Просто нет такой мощности компьютера, который может перебором подобрать определенную длину ключа. Потому. Что мы делаем? У нас есть этот контейнер. Контейнер превращается в диск, либо e-mail. Ну, по сути, что такое e-mail? e-mail – это банальный интерфейс обычный, гугловский, не гугловский, не имеет никакого значения. И диск, где физически хранится информация. Вот этот диск подключается после введения определенного ключа, определенной длины. Без этого ключа диск не обретает свою целостность. У него кусочка не хватает. Потому. Сам контейнер, он дробится на несколько кусочков и хранится на серверных мощностях, которым есть очень быстрый доступ. Сам же ключ, который занимает мизерную часть от объема самого этого диска, он дробится на сотню кусочков. Каждый из этих сотни кусочков хранится в 100 экземплярах. В разных часовых зонах. Когда вы заходите на свой сервис, вы вводите логин, пароль, дальше вы даете вот этот ключ, вернее кусочек этого ключа. Когда вы даете этот кусочек ключа, он на сервере проверяет путь, где можно собрать остальные кусочки. Собирает ключ воедино. Происходит в облаке присоединение диска. И, грубо говоря, у вас происходит процедура, как появился диск виртуальный, которым вы пользуетесь. Когда вы нажимаете «выйти», этот диск дальше шифруется, и вся цепочка распадается. И никакой целостной информации в одном месте нет. Вот, собственно. Они отключены, где надо взять кусочки ключа. Этот алгоритм просчитывается. Если мы видим, например, у нас есть 100 ключиков, постоянно сервер анализирует их наличие в онлайне. Если мы видим, что из этой цепочки количество онлайн приближается к нулю, система автоматически дублирует эти ключики на других абонентов. Это все происходит автоматически. Это очень серьезная система аналитическая, которая работает постоянно. Понятно, вам это все не видно, но это единственный вариант сохранить систему целостности. Работать по такому принципу. Но стороны там схожи. Да. Да, вот этот ключик очень похож принцип. То есть не надо изобретать никакой велосипед. Нужно использовать шифрование, которое на сегодняшний день не вскрывается. И использовать тех технологий, которые есть. Самое сложное, конечно, это все объединить воедино, но мы это сделали. В каком виде хранится информация, она непосредственно на компьютере, то есть клиенту? То есть выделяется какое-то диское пространство для пользования. В каком виде хранится эта информация? Это просто кусочек, набор символов, кусочек. Набор символов? Да. Это может файл или там специально надо какой-то... А вы этого не увидите. Когда вы устанавливаете программу, она у вас отрезает на диске кусочек пространства, и что там происходит внутри, вам это будет недоступно. Это у нас в репортешн делает, да? Да. Да, она вот как вы, допустим, вставите какую-то программу, она говорит, мне нужно там для Word, например, гигабайт. Все. Вы нажимаете ОК, если гигабайт есть, программа установит, что внутри вы не видите. Она не имеет никакого доступа вне своей вот этой зоны, ни к каким файлам на компьютере, ни к документам, ничему. Кроме того, мы заранее закладываем принцип, если кто-то знает, что такое игровая платформа Steam, ну, многие сталкивались. Это есть платформа, в которой можно докупать игры, ну, грубо говоря, игры – это приложение, которое можно доустанавливать. Изначально разрабатывается платформа, в которой эти сервисы будут подключаться как дополнительное приложение. То есть, когда у нас выйдет новый продукт, новый продукт, это будет таким образом устанавливаться на компьютер, если оно того требует. Если не требует, это будут продукты вебовские. Еще важный момент. Все свободное место и свободные мощности, которые у вас на компьютере есть. Мы занимаемся разработкой, есть много систем, генерацией биткоинов, все что угодно. После первых трех месяцев работы мы анализируем, какой спрос, сколько места мы занимаем, сколько мы не занимаем. Все свободное пространство и мощности, которые мы сможем использовать, мы будем использовать для артиллерийных бизнесов, которые будут приносить доход компаний, соответственно, и организовать пассивный доход вам. Дополнительно. Еще свой вопрос. При извлечении, допустим, того же винчестера, где была вот эта вот ячейка, умышленник не сможет... А это кусочек информации, не несущий никакой... Вот, к примеру, возьмите текст, который состоит из 100 слов. Возьмите из каждого слова по полбуквы там. Соберите в одном месте, оно вам ни о чем не скажет. Ну, набор символов. Алексей, в уникальности вопрос продукта, то есть вероятность появления подобных через месяц и так далее. Однозначно будут копировать, будут стараться, а как же, даже не сомневайтесь. Очень надеюсь, что в течение ближайшего какого-то времени мы это все еще на крупнейших айтишных выставках представим. То есть нужно же занять как-то... Конечно, лицензировать, патентовать, это долгая история. Мы сейчас, мы сейчас подаем, будем подавать патенты на наши модели, а дальше это, ну, год точно. И добавление социальной сети к продукту, то есть думали вы... К какому? Кроме Кайросу, кроме там Мэйл... Я бы не хотел раскрывать все тайны, которые я думал, придумал. Уже на декабрь старт, вот именно секьюрити, социальные сети, которые... Шпионы вовсюду, это сетевой маркетинг. А вы говорите, что у вас... Смотрите, лично я... Лично я, да, лично я по тем моментам, которые я обсуждаю с своим заказчиком, с руководством компаний, очень планирую у вас каждый квартал удивлять какими-то новыми уникальными продуктами. Дело в том, что чем сложнее и лучше мы разрабатываем продукт, тем дольше он делается. Но тем больше фурор он сделает на рынке. Надеюсь, все перевернуть с ног на голову. Вы знаете, Кайрос для меня, кроме всего прочего, кроме моделей бизнеса, это возможность... Вот в госсекторе я эти все вещи очень давно разрабатывал, предлагал. У меня очень много есть известных клиентов украинских и иностранных по безопасности. Очень многие вещи заканчиваются разработкой, кучей бумажек и ничем. Это непродвигаемые процессы. Например, ту же социальную карту, модель, программное обеспечение, технологии, все было готово буквально за месяц. 11 месяцев я подписывал постановление Кабинета Министров. Для того, чтобы она вообще куда-то продвинулась. А потом, через два дня, произошла революция. И до сих пор, уже сколько времени, уже год после этого, никто с места не сдвинулся. Хотя, этот проект должен был стране добавить в пенсионный фонд, например, 20% денег, которые воруются на сегодняшний день. Просто за счет автоматизации системы мы бы получили из тех миллиардов, которые тратятся по карманам, 20% на увеличение выплат людям. Правильно. Вот я и говорю, что в госсекторе можно очень много красивых документов писать, очень много концепций разрабатывать. Знаете, как говорят, хочешь завалить процесс, создай рабочую группу. 100%. Все будут полгода сидеть и работать. Ничего не произойдет. Мобильный телефон может быть? Да, мобильный телефон это то, над чем мы работаем. С этим, опять же, с компанией Apple, определенные сложности. У них есть много правил для выкладывания приложений на маркет, которые, к сожалению, усложняют процесс. А как с пакетами? Там есть гигабайты, телефон же не максимум сейчас. Ключики, ключики, ключики. На мобильных... Ну, вы представляете ключик по размеру? Он небольшой. Это набор символов. Кусочки ключика смогут храниться на телефонах без проблем и передаваться достаточно быстро. С этим никакой сложности не будет. Считаю, что продукт, когда мы выпустим мобильное приложение, он этот рынок взорвет второй раз. Потому что это то, что если компьютер для многих непонятно, то смартфон есть у каждого. Это следующий этап мой план. Оно все в разработке и уже тестируется. Объем рынка. Есть там самая большая квалификация, забывайте, как она называется. Чиф, чиф. Ну, вот это, да. И там сколько таких квалификаций может быть? Это же большое дисковое пространство. Будет ли столько заказчиков на именно на эту дисковое пространство? Как вы слышали, мы будем вводить новые продукты. Модель бизнеса, я думаю, с каким-то временем будет видоизменяться. Но я не специалист. То есть, у нас сейчас нет какого-то ограничения. Но если я увижу с технической стороны, что количество привлеченного дискового пространства не пропорционально той модели бизнеса и количеству людей, заказчиков корпоративных и частных, которые мы привлекаем, я уведомлю об этом руководство компании, и дальше будут приниматься какие-то меры. Но вы не подумайте, эти меры не называются закрытия компаний или еще что-то в этом роде. Мы на сегодняшний день думаем новые продукты. Я думаю, что через полгода у вас будут интересны вообще другие вопросы индийского пространства. Уже будут абсолютно другие продукты, этишные, все более и более интересные. Прочтение, новые продукты, которые будут давать пассивный доход или просто новые продукты? Классные. Ну, вы понимаете, я занимаюсь айтишными разработками. По какой модели будет строиться? Нет, ну имеется в виду, вот сейчас модель понятна. То есть, вам нужно купить у меня дисковое пространство за определенную сумму денег. Ну, грубо говоря. Правильно. Но я разработчик самих продуктов. Не я разрабатываю модель и ваш пассивный доход. Есть другие люди, специально обученные, которые этим занимаются. По продуктам, которые я разрабатываю, еще только технологическую модель, я не могу вам ничего ответить. Но вы это скоро увидите. Во всем должна быть какая-то загадка. Ну, ты надеется? Не то, что надеется, а знаешь, что так и будет. Поверьте, такой возможности с точки зрения разработок, когда все мои идеи, все мои ноу-хау, которые придумывают мои ребята, я предлагаю, меня действительно выслушивают, проявляют к ним интерес, выбирают по их мнению лучшее. Я могу подискутировать, аргументировать, что лучше, что хуже. И в итоге их воплощать в жизнь без ограничения бюджетов, что очень важно в айтишных разработках. Потому что айтишная разработка, она тяжелая чем? Зачастую заказчик, он не видит ничего, кроме финального продукта. Когда кто-то сидит и что-то пишет и говорит, что с вас 200, 300 и 500 тысяч долларов, большинству людей это не нравится. Они хотят понимать, что происходит. Мы нашли тот баланс, и я для себя нашел тех людей, которые платят деньги за разработки, поддерживают тот штат, который нужен для реализации этих разработок. С пониманием относятся, потому что каждая разработка имеет какой-то срок устранения ошибок. Какие лучшие умы над этим не работали, эти ошибки возникают. Без этого невозможно. У меня он всегда был, есть и будет, а как же. Вас интересует постоянно работающих в этом проекте или вообще? Нет, вообще постоянно. У вас, ваша команда. А, у меня основной костяк 25 человек топовых. Программистов и людей, которые ведут проекты. Ну и несколько сотен, которые привлекаются в зависимости от задач. Это есть системщики, это есть программисты, это есть системные аналитики. Разные люди. От каждой задачи зависит, что нужно. Моя компания Каспелло. Вы можете в интернете все по мне почитать. Я человек достаточно публичный и известный на айтишном рынке. Но опять же, мой опыт работы с украинским рынком, он очень тяжелый. Потому что у нас все привыкли, что если нужно сделать сайт, то он должен стоить 300 долларов. Его должны написать студенты. И объяснить, что дизайн должен стоить 3000 долларов. Если делается правильный проект, это очень сложно. Потому мне намного проще работать с европейскими, с американскими, с арабскими заказчиками. Они понимают, что как происходит. Они понимают, где берутся продукты. Они отдают себе отчет, что большинство сделанного в мире и проданного из Америки делает далеко не Америка. И это упрощает жизнь и общение с ней. А сколько было конечных пользователей включей по security token? По какому имеете в виду продукцию? То, что вы говорили, security token, который был разработан для швейцарской. Это было что-то типа диджи-пасса, который используется сейчас. Если вы понимаете. А, в Швейцарии. Вы знаете, я не могу вам этого сказать, потому что, ну вы понимаете, что такая модель предпроизводственная. Это была вот такая плата. Когда мы рассказали им технологии, они сказали, показывайте. От нее висело два шнурка, они втыкались в USB. Потому что, если бы мы эту модель принесли в Китай на любой завод и попытались сделать, завтра уже бы китайцы ее продавали без нас. Ну, я, получается, просто работал в второй мере фармкомпании с этими ключами. И просто, ну, здесь вот люди, которые задают вопросы по потенциалу рынка. То есть, если взять security token, то это можно смело умножать на 10. Это будет заниженная цифра. Ну, по вот этому, которая сейчас. Вы знаете, эта продажа была, наверное, лет 9 назад. Это было очень давно. Да, то есть сейчас, ну, возможно, уже тот же самый ключик они модернизировали. Я этого даже сказать не могу. Но на том этапе еще в основном все пользовались логин, пароль и максимум какой-то файлик там дополнительный, а то и без него. Или там карточкой с ключами, которые вводились в банкосудимые. Когда появился какой-то security token, это, ну, вообще переворачивал рынок, к которым не было возможно. Это была не просто флешка с ключом. Это было физическое устройство, которому не было обратного доступа. Ни один вирус не мог туда залезть, потому что это была прошитая, грубо говоря, микросхема, на которой эти ключи менялись и подставлялись. Даже батарея не менялась. Да, все правильно. Приятно поговорить с самым человеком. Сейчас, конечно, этих технологий очень много, но появились ключики, которые не связаны с устройством. То есть, грубо говоря, есть генератор ключей у банка там у себя на сайте, и такой же генератор в руках. В данную минуту времени по часам вы вводите пароль, он вам выдает ключик, и такой же ключик проверяется в банке на их сервере. Ну, все течет, все меняется, понятное дело. Есть демонстрирование, когда покупаешь продукты? Обязательно. На начальном этапе все люди первые, кто сейчас будет подключаться к сетевому проекту, будут получать демонстрационные версии бесплатные, пользоваться ими. И я надеюсь, высказываются пожелания по улучшению. Это произойдет какой-то первый промежуток времени. Дальше он уже будет идти в продажу. Модель продажи – это не ко мне, извините. Как будут продавать, как закручивать деморежимы, там, с оплатой после, я не знаю. Есть такие программы сниферы? Конечно. В каком виде… Трафик полностью будет шифрованный от начала до конца, естественно. А в каком виде передается вот сниферам? Можно посмотреть, какие порты отследить, скажем так? И что вы получите в итоге? Не, ну вот, допустим, есть порты назначения, адреса назначения, там, допустим, и тип трафика. Как происходит вот эта передача в этой системе? Ну, знаете… Она – это хаотичный трафик, или какой-то меняющийся постоянно, или еще какие-то там правила есть? То есть, как оно происходит непосредственно? Ну, наверное, такие глубоко технические вопросы надо задавать администратору, который эту систему именно архитектору строил. Я лично сам не являюсь программистом, чтобы вам эти детали рассказать. Но в любом случае система на все эти вещи тестируется, и тестируется будет в обязательном порядке, само собой. Потому что если в трафик можно будет проникнуть, то это вся грош цена – это безопасность. Однозначно. Возможно, если среди вас будут профессиональные люди, которые захотят в этом участвовать, добро пожаловать. Вы сможете лично увидеть и убедиться, насколько это все работает. Лучше, что будет. Спасибо большое. Все, спасибо большое. Вы заметили, как Алексей говорит? Ну, это же обычный PGP, вы же понимаете, да? На самом деле, Эдди меня и покорил, потому что настолько он, естественно, отвечает на все эти вопросы. Как вот сейчас? Более, да, вот так стало? Спокойненько, мягче, да? И на самом деле, я помню, после того, как мы познакомились с этой возможностью, у меня к сетевому маркетингу всегда два требования. Первое – это, чтобы продукт работал. Второе – чтобы людям деньги платили. Вот все. И я говорю, Алексей, ты, пожалуйста, воспринимай меня правильно. Я Алексея поддал пыткам. То есть я пригласил самых двух своих умных айтишников, которые работают на европейском уровне, с европейскими организациями, ну, малоизвестными, как IBM, Microsoft и тому подобное. И они часа четыре с Алексеем разговаривали на непонятном мне языке. Пытали. Пытали, да, это факт, да. И в конце мои айтишники говорят, у нас один вопрос. Думаю, ну, боже, что еще? Ну, уже вот все. У меня мухи летают. Я же не понимаю вообще на это. И я говорю, какой вопрос? Когда начинаем? То есть я именно поэтому не сомневаюсь в продукте. Продукт, если прошло такую жесткую проверку, то я думаю, что каждого из нас он удовлетворит. Естественно, что касается маркетинга и продвижения, я прошу вас тогда вот на завтра оставить все вопросы, пожелания. Потому что завтра мы будем пережевывать очень и очень дотошно. Я могу единственное, что пообещать, это то, что завтра никто не уйдет так, чтобы не понимать маркетинг. Как он строится? Откуда берутся деньги? Как покрывается? Почему компания выплачивает столь щедрые проценты? Почему этот маркетинг сегодня на самом деле является уникальным? Почему он займет свое место при анализе всех сетевых систем, начиная от прямого маркетинга или дайрект маркетинга, проходя через бинар, заканчивая классикой или матричными системами. То есть завтра мы будем уже работать над тем, что независимо от того, какой лидер будет у вас на встрече, если у него есть математически минимальный состав ума, он обязательно к вам подпишется. Хорошо? На сегодня я благодарю вас, благодарю руководство Мишеля, в частности, за то, что согласился. На самом деле нелегкие переговоры были, никак не могло руководство понять, что зачем премаркетинг нужен. Мы-то с вами знаем, зачем нам нужен премаркетинг. Поэтому я благодарен за коммуникацию, благодарен за то, что эта возможность была нам представлена. Я со своей стороны, и позвольте, не согласовав с вами, взять от вас слово и пообещать Мишелю, что мы за это заплатим с вами очень щедрой монетой. Благодарю вас, спасибо вам за время. Завтра в 11 начинаем. И напоминаю, что начнем с презентации, поэтому приглашайте своих друзей, которых вы видите в своем бизнесе. И давайте сделаем так, чтобы в первый тестовый месяц до официального запуска каждый из нас заработал деньги наглые, которые никогда мы не зарабатывали. И еще я могу объявить декабрь? 12 декабря мы официально стартуем. 12 декабря мы сделаем это в интересной стране, в интересном отеле. Это будет происходить в ОАЭ, Дубае. Мы благодаря связям компании, связям Мишелем договорились о красивом, таком скромненьком, бюджетненьком отеле. И Рэдисон Роял Палас, да, это в Рэдисоне Роял отели, ну, у меня есть небольшой опыт в отельном бизнесе. Спасибо. Рэдисон Роял это пятизвездочный, то есть это не САС и не Блу, это из ряда вам выходящие отели, в них находиться всегда приятно. Я знаю, что многие из вас любят эту страну, в принципе, априори, там всегда погода, там всегда хорошо. И на самом деле сегодня Мишель озвучил планы на декабрь такого характера, что, ну, если... Я вообще не верующий человек, ну, имеется в виду не в Бога, а в какие-то такие чудеса. С Богом мы дружим очень сильно. И когда у меня начинают руки трястись от того, что что будет, ну, я очень хочу об этом сказать, но, к сожалению, не могу, потому что вам будет сюрприз и очень большой, это я вам гарантирую. В ближайшее время, я думаю, через день, два, три появится промо-видео, мы вам обязательно разошлем. И единственный момент еще очень важный, я вас попрошу, каждый своему лидеру передайте свои имейлы и сгенерируем какую-то систему общих имейлов в вас, которые здесь присутствуют сегодня. И мы разошлем вам очень интересные подарочки. Во-первых, это будет благодаря Алексею и его сотрудникам, был произведен очень интересный файл по поводу, откуда берутся деньги, откуда мы можем платить пассивный доход, сколько планирует компания привлечь в первый месяц, в первый квартал, сколько денег будет в обороте, какой будет доход компании, какая будет прибыль компании. То есть это консолидированный, четкий математический документ с моделями шифрования, с какими-то PGP, ну вы же понимаете. Все это на понятном языке, то есть с вами встретился человек, задал вопрос, своему документ и все, да. То есть дальше уже включается, либо не включается. Это первое, второе, Дубай, я сказал, третье, завтра в 11 начинаем, и четвертое, рекомендую вам сегодня не спать. Поверьте, я спать не буду, поэтому если вы сегодня всем не расскажете, я это сделаю обязательно. Рад был, до свидания, всего хорошего. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Анатолия Редактор субтитров А.Кулакова